Введение, introduction. Зачем это мне? What's in it for me? Узнайте множество способов, благодаря которым жизнь может быть осмысленной. Discover the many ways life can be meaningful. Есть ли в жизни смысл? Does life have meaning? Может ли смысл существовать в мире, полном страданий? Is it possible for meaning to exist in a world full of suffering? Сделает ли смерть всё бессмысленным? Does death render everything meaningless? Глаз. Большинство из нас задавались такими большими вопросами на каком-то этапе своей жизни. Most of us have found ourselves puzzling over be questions like this at some point in our lives. Но ответить на них — but ensain them — это другое дело. That's another matter. Такие вопросы для большинства из нас в конечном итоге кажутся неразрешимыми. Questions like this for most of us ultimately seem impossible to solve. Они высокомерны и эзотерически, уклоняясь от практических решений. They are lofty and esoteric define practical solutions. Кажется, что вам нужно было бы иметь какой-то мистический опыт, чтобы действительно понять их. It seems like you do need to have some kind of mystical experience to really crack them. В этих мгновениях вы узнаете другое. In these blinks you will learn otherwise. С помощью простых, ясных аргументов вы узнаете, что смысл жизни — это гораздо более обыденное явление, чем может показаться. В фруизе, straightforward arguments, you will find out that the meaning of life is a much more normal, everyday phenomenon than it might seem. Вы увидите, что жизнь каждого может быть осмысленной, и каждый может приобрести философские инструменты для размышления и ответа на большие вопросы жизни ясным и логичным способом. You will see that everyone's life can be meaningful, and everyone can acquire the philosophical tools to think about and answer life's big questions in a clear and logical way. Вы также узнаете, you will also find out, почему у перфекционистов нет осмысленной жизни, why perfectionists don't you have meaningful lives, что чистый кухонный пол может научить вас о смысле жизни, what a clean kitchen floor can teach you about the meaning of life, and как разговор с ребёнком о конфетах может помочь вам увидеть ценности в вашей жизни. How talking to a child about candy can help you see the value in your life? Ключевая идея 1, key idea 1. Когда мы задаёмся вопросом о смысле жизни, мы спрашиваем о ценности. When we ask about the meaning of life, we're asking about value. Жизнь абсолютно бессмысленна. Life is completely meaningless. Если бы ваш друг сказал вам это, как бы вы ответили? If a friend said that to you, how would you respond? Если бы вы были философом, первое, что вы бы попытались сделать, это уточнить, что именно он имеет в виду под смыслом. Well, if you were a philosopher, the first thing you did try to do is clarify what exactly she means by meaning. Это лучший способ удостовериться, что вы говорите о одном и том же. That's the best way to make sure you're a boss talking about the same thing. Итак, что мы имеем в виду под смыслом жизни? So what do we mean by the meaning of life? Это сводится к одному слову — ценность. It comes down to one word — value. Главное послание здесь. The key message is. Когда мы задаемся вопросом о смысле жизни, мы спрашиваем о ценности. When we ask about the meaning of life, we're asking about value. Смотрите на это так. Look at it this way. Когда люди говорят, что их жизнь не имеет смысла, или недостаточно смысла, они обычно говорят, что их жизнь не имеет достаточной ценности. When people say that their life has no meaning or not enough meaning, what they're usually saying is that their life doesn't have enough value, что в их жизни просто недостаточно ценных вещей. That there just aren't enough worthwhile things in their life. Возьмите, к примеру, Льва Толстого. Take Leo Tolstoy, for example. Вы бы подумали, что если кто-то видит свою жизнь полной смысла, то это всемирно известный писатель, написавший «Войну и мир». You think that if anyone saw their life as full of meaning, it would be the world-famous novelist who wrote War and Peace. За время жизни Толстого люди уже называли его одним из величайших русских писателей в истории. Dear in Tolstoy's lifetime people were already calling him one of the greatest Russian writers in history. К тому же у него было прекрасное имение в деревне, где он жил со своей любящей женой и детьми. On top of that, he had a beautiful estate in the country, where he lived with his loving wife and children. Чего бы ещё кто-то мог хотеть? What more could anyone want? Однако в какой-то момент своей жизни Толстой оказался в реальном кризисе, писав о том, как всё это было бессмысленным. Yet at one point in his life, Tolstoy found himself in a real crisis, writing about how meaningless it all was. Почему? Why? Все его достижения потеряли для него свою ценность. All his achievements had lost their value to him. Пока он считал, что написание великих книг, вдохновляющих бесчисленное количество людей, заслуживает внимания, он мог быть счастлив. As long as he sought writing great books, that inspired countless people was worthwhile, he could be happy. Но когда это потеряло для него ценность, всякий смысл также был утерян. But when that lost value to him, any meaning was lost to. Мировоззрение Толстого свелось к вопросу, и что из этого? Tolstoy's world view was reduced to the question. So what? Когда вы задаетесь вопросом о цели вашего существования или спрашиваете, ради чего вы живете, вы также спрашиваете о ценности. Whenever you find yourself thinking about the purpose of your existence, or ask what it is you're living for, you're also asking about value. Вам вряд ли понравится просто какая-то цель. В конце концов, вам нужна та, которую вы действительно считаете ценной. You're unlikely to be satisfied with just any purpose. After all, you need one that you truly find worthwhile. Предположим, ваш сосед всю свою жизнь собирает чайные полотенца. Let's say your neighbor spends his life collecting tea towels. Большинство из нас не скажет, что это достаточно, чтобы сделать жизнь осмысленной. Мы просто не считаем сбор чайных полотенец достойной целью. Most of us wouldn't say that's enough to make life meaningful. We just don't say collecting tea towels as a worthwhile purpose. Если ваш сосед согласен, если он видит в сборе неудачную одержимость, от которой ему лучше избавиться, тогда это не добавит ценности его жизни. If your neighbor agrees, Если он считает это достойным, однако нет причин, почему чайные полотенца не могут придать смысл его жизни. Его коллекционирование — это его цель в жизни, его ясное предназначение. His collecting is his aim in life, his clear purpose. Ища смысл жизни, любая старая цель не подойдет, вам нужна та, в которой вы верите, что она имеет ценность. When looking for the meaning of life, any old goal won't do, you need one that you believe has value. Ключевая идея 2, key idea 2, вам не нужно быть перфекционистом в вопросах смысла жизни. You don't need to be a perfectionist about the meaning of life. Откройте книгу любого философа, от древних греков до современных мыслителей, и, вероятно, вы прочтете, что осмысленная жизнь должна включать в себя достижение чего-то сложного. Это потому, что многие философы-перфекционисты, когда речь идет о смысле жизни, И это не только философы. It's not just philosophes either. Перфекционизм — одна из основных причин, по которой люди склонны считать, что их жизни бессмысленны. Perfectionism is one of the main reasons people tend to believe their lives are meaningless. Они видят жизнь как всё или ничего. They see life as all or nothing. Если они не делают что-то абсолютно потрясающее, то жизнь не имеет смысла. If they aren't doing something absolutely amazing, then life has no meaning. Большинство из нас не Эйнштейны или Мать Тереза. Так что вывод очевиден. Большинство жизней бессмысленны. Верно? На самом деле нет. Most of us aren't T.N. Einstein or a mother T.I.S.A. Though, so the conclusion is obvious. Most lives are meaningless. Right? Not really. Если копнуть глубже, перфекционизм разрушается. Dig a little deeper and perfectionism falls apart. Главное послание здесь. The key message is вам не нужно быть перфекционистом в вопросах смысла жизни. You don't need to be a perfectionist about the meaning of life. Жизнь была бы великолепной, если бы всё было идеально, не так ли? Life would be fantastic if everything was perfect. Wouldn't it? Но что-то не обязательно должно быть идеальным, чтобы быть великолепным. But something doesn't need to be perfect, to be fantastic, or at least pretty great. И на самом деле у перфекционизма есть несколько проблем. And there are actually a few problems with perfectionism. Во-первых, он довольно нестабильно применяется большую часть времени. For one, it's pretty inconsistently applied most of the time. Люди, которые являются перфекционистами в вопросах смысла жизни, часто не применяют это к другим областям своей жизни. People who are perfectionists about the meaning of life often don't apply it to other areas of their lives. Это приводит к многим двойным стандартам. This leads to lots of double standards. Так, перфекционисты не считают, что поесть в ресторане бессмысленно, если это не лучшая французская кухня. For example, perfectionists don't believe that eating in a restaurant is pointless unless it's the finest French cuisine. Они также не считают себя неудачниками, если не получают 100% на каждом экзамене. Nor do they think they're a failure if they don't get 100% on every test. Они, вероятно, отвергли бы эти идеи как абсурд. They probably dismiss those ideas as absurd in fact. И разве не абсурдно применять этот стандарт к смыслу жизни? So isn't it also absurd to apply that kind of standard to the meaning of life? И это не всё. It doesn't end there. Если подумать, требования, которые перфекционисты предъявляют к себе и другим, на самом деле довольно нереальны. If you think about it, they demand that perfectionists place on themselves and others are actually really implausible. Они нереалистичны, и это значит, что они могут привести только к разочарованию. They are unrealistic and that means they can only lead to disappointment. Но это именно та логика, которую применяет перфекционизм, утверждая, что наши жизни должны быть выдающимися каким-то образом, чтобы иметь смысл. But that's exactly the logic perfectionism applies when it claims that our lives have to be extraordinary in some way to have meaning. Ключевая идея 3, key idea 3, смерть не делает жизнь бессмысленной. Death doesn't make life meaningless. Представьте, что вам дают огромный тяжёлый камень и говорят толкать его вверх по холму. Imagine you're given a huge heavy rock and told to push it up a hill. Вы добираетесь до вершины, уставший и запыхавшийся, только чтобы смотреть, как камень катится обратно вниз. You get to the top, exhausted and out of breeze, only to watch the rock roll back down. И вы идёте вниз, чтобы начать свои усилия сначала. So down you go to start your effort all over again. Представьте, что вы проводите свою жизнь таким образом. Imagine spending your life that way. Довольно бессмысленно, правда? Pretty pointless, right? Познакомьтесь с Сизифом, персонажем греческой мифологии, который был осуждён богами, повторять этот акт вечно. Meet Sisyphus, a character from Greek mythology who was condemned by the gods to repeat this act for all eternity. Его история может быть всего лишь мифом, но она всё равно имеет значение для каждого из нас. His story may be just a myth, but it still has meaning for all of us. По словам известного французского писателя Альбера Камю, мы все Сизифы. Неважно, чего мы достигаем, насколько высоко мы толкаем этот валун. В конце концов, он опрокидывается вниз, и мы умираем. In fact, according to famous French writer Albert Camus, we're all Sisyphus. No matter what we achieve, no matter how high we push that bolder, in the end, it tumbles back down and we die. Примите эту историю за чистую монету, и ничто, то, что мы делаем, в конечном итоге не имеет ценности. Take this story at face value, and nothing will ultimately have any value, or so the argument goes. Но ценность жизни не имеет ничего общего с тем, заканчивается она или нет. But the value of life has nothing to do with whether or not it ends. Главное послание здесь. The key message is смерть не делает жизнь бессмысленной. This doesn't make life meaningless. Идея того, что смерть делает жизнь бессмысленной, часто возникает в философии. The idea that death makes life meaningless is one that philosophy often grapples with. Это сводится к одному утверждению, то, что не вечно, не может быть ценным. It boils down to one claim, things that don't t last forever can t be valuable. Но нет хороших причин верить в это. But there is no good reason to believe that. На самом деле, способ, которым мы действительно живем своей жизнью, предполагает, что большинство из нас в это не верит. In fact, the way we actually live our lives suggests that most of us don't t believe it. Если бы это было так, мы бы никогда ничего не делали. If we did, we did never do anything. Например, вам нравится чистый кухонный пол? For example, do you like to have a clean kitchen floor? Вы моете его, чтобы сохранить его таким? Do you mope it to keep it that way? Если вы, как большинство людей, вы, вероятно, делаете это, по крайней мере, время от времени. If you re like most people, you probably do at least once in a while. И вы, конечно, цените это, когда кто-то из вашего дома берет швабру. And you surely appreciate it whenever someone in your household does pick up the mop. Но обратите внимание, что вы наслаждаетесь этим чистым ощущением, несмотря на то, что оно исчезнет через несколько дней, когда вам снова придется убирать пол. But note that you enjoy that clean feeling despite the fact that it will be gone in a few days when you will need to clean the floor all over again. Конечно, было бы здорово, если бы пол оставался чистым навсегда. To be sure, it would be nice if the floor stayed clean forever. Это, конечно, не будет, но это не значит, что мы также можем оставить его грязным. It won't be, of course, but that doesn't mean that we might as well leave it dirty. Даже временно чистый пол имеет значение. Even a temporarily clean floor has value. Это справедливо не только для уборки. This isn't it only when it comes to cleaning, either. Мы ценим все виды приятных вещей, даже если знаем, что они не вечны. We appreciate all kinds of nice things, even if we know they are not eternal. Подумайте о красивом дереве в саду, его гарантированная смерть однажды. Think about a beautiful tree in a garden. It's guaranteed to die one day. Но тем временем вы можете укрыться от солнца в его тени, любоваться его пышной зеленью и, возможно, даже есть яблоки, которые он предоставляет. But in the meantime, you can shelter from the sun in its shade. Admi it's lush greenery and maybe even it's apples it provides. Вы бы сказали, что дерево бессмысленно? Would you say the tree is pointless? Большинство из нас скажет, что это имеет большую ценность. Most of us would say that it has a lot of value. И то, что верно для дерева, особенно верно для вашей жизни. And what's true for the tree is especially true for your life. Ключевая идея 4, key idea 4. Жизнь может быть осмысленной, даже если вы не верите в свободу воли. Life can be meaningful even if you don't believe in free will. Вы верите, что все, что происходит, имеет причину? Do you believe that everything that happens has a cause? Эта идея кажется логичной, ведь вещи не происходят просто так, без всякой причины. The idea seems to make sense. Things don't just happen for no reason whatsoever after all. Допустим, вы отпускаете свой телефон, что происходит? Let's say you let go of your phone, what happens? Он падает на землю, а не улетает в небо. It drops to the ground rather than flying off into the sky. Это не случайно. That is on T-random. Очевидно, что гравитация ответственна за падение вашего телефона вниз. Clearly, gravity is responsible for your phone's downward plunge. Теперь вы можете возразить, что свобода воли, ваша свобода выбора, отвечает за это. Now, you might argue that free will your freedom to choose is responsible. Но даже если у вас было странное желание уронить свой дорогой смартфон, это желание также имеет причину, даже если вы не знаете какую. But even if you did have a strange desire to drop your expensive смартфоны, that desire also has a cause, even if you don't know what it is. Если это так, тогда свобода воли — это иллюзия. If that so, then free will is an illusion. Но если наши выборы не делаются свободно, не делает ли это их совершенно бессмысленными? Ничуть. But if our choices aren't te made freely, doesn't te render them completely meaningless? Far from it. Главное послание здесь — the key message he is. Ризнь может быть осмысленной, даже если вы не верите в свободу воли. Life can be meaningful even if you don't believe in free will. Это теория, что если всё имеет причину, то все наши действия и выборы определяются факторами, которые не под нашим контролем, называется детерминизмом. This fair is that if everything has a cost than all our actions and choices are determined by factors outside our control is called determinism. Среди философов она вызывает разногласия. Не все убеждены, что свободы воли не существует. Among philosophers it's divisive not everyone is convinced there's no such thing as free will. Но допустим, это правда. But let's say it is true. Даже тогда это не означает, что жизнь лишена смысла. Even then it doesn't follow that life is meaningless. Есть много вещей, которые мы ценим в жизни, которые не предполагают свободу воли. There are a lot of things that we value in life that don't you presuppose free will. Возьмите спорт. Take sports. То, что делает кого-то великим спортсменом, в какой-то степени зависит от генетики. И если у вас есть талант, его развитие никогда не зависит от чистой воли. What makes someone a great athlete is to some extent genetic, and if you have the talent, developing it is never down to share will. Оно часто зависит от вещей, которые выходят за пределы вашего контроля, например, поощряли ли вас ваши родители тренироваться. It often depends on things outside your control, like whether or not your parents encouraged люди восхищаются, это достижение его. But it's not the choice to pass greatness that people admire, it's the achievement of it. Так что даже если звездный спортсмен никогда сознательно не делал выбора стать великим, мы все равно восхищаемся и ценим достижение этого человека. So even if a star athlete never consciously made the choice to become great, we still admire and value that person's accomplishments. То же самое относится к музыке, литературе, искусству и бесчисленным другим аспектам жизни. The same goes for music, literature, art, and countless other parts of life. Никто не отрицал бы, что Моцарт или Шекспир гении, даже если мы знаем, что они не выбирали свои таланты. No one would deny that Mozart or Shakespeare are genesis, even if we know that here is a simple thought experiment to help make this clear. Представьте, что у Шекспира был брат-близнец, который жил в то же время и сделал точно такие же жизненные выборы, как он, за исключением того, что у него не было его естественных талантов, и, несмотря на его старания, он никогда не смог написать ни одной стоящей строки. Imagine Shakespeare had a twin who lived at the same time and made exactly the same life choices as he did, except that he didn't he happen to have his natural talents and though he tried never managed to write a single line worth reading. Мы бы одинаково восхищались обоими из них? Конечно нет. Would we admire boss of them equally? Surely not. Мы мало заботились бы о брате Шекспира, несмотря на его усилия. We declare little for his brother, despite his efforts. Это показывает, что свобода воли не является самой важной вещью, когда речь идёт о создании поэзии, или чего-либо, что ценится и придаёт жизни смысл. That goes to show that free will listen to the most important thing when it comes to creating poetry, or anything that is valued and gives life meaning. Ключевая идея 5, key идея 5, жизнь, прожитая ради самой себя, вполне осмысленна. Life lived for its own sake is plenty meaningful. Если вы проводили время с маленькими детьми, вы, наверное, играли в игру почему. If you spent any time around young children, you probably played the game. Скажем, вы надеваете свои ботинки, и они спрашивают вас почему. Say you reputing your shoes on and they ask you why. Чтобы выйти на улицу, вы отвечаете. To go outside, you answer. Почему? Идет ответ. Why comes the reply. Чтобы дойти до автобусной остановки. To walk to the bus stop. Почему? Why Чтобы поймать автобус. To catch a bus. Почему? Why Чтобы доехать до магазина. To get to the store. Почему? Why? И так далее. And on it goes. Эта игра глупа, но она также иллюстрирует некоторую мысль. The game is silly, but it illustrates a point to. Мы знаем, почему для большинства вещей, которые мы делаем, цель деятельности придает ей смысл. We know the why for most things we do. The goal of an activity gives it meaning. Это имеет смысл, пока эта деятельность является средством для достижения какой-то цели. This makes sense as long as that activity is a means to some end. Следуя этой логике, вы можете подумать, что у самой жизни также должна быть цель, чтобы она была осмысленной. Following this logic, you might think that life itself also needs to have a goal in order to be meaningful. Но сама по себе жизнь может быть достаточной целью. But life itself can be goal enough. Главное сообщение здесь, the key message is, жизнь, прожитая ради самой себя, вполне осмысленна. Life lived for its own sake is plenty meaningful. Конечно, вы всегда можете найти цель, ради которой ваша жизнь является средством, и многие это делают. Of course, you could always find an end to which your life is a means and many people do. Это может быть что-то вроде продвижения науки, борьбы за справедливость или служение Богу. It can be something like advancing science, fighting for justice or serving God. Но что, если у вашей жизни нет цели? But what if your life doesn't have a goal? Может ли жизнь иметь смысл, даже если она не посвящена чему-то, что выходит за ее пределы? Can life still have meaning even if it's not dedicated to anything beyond itself? Да, абсолютно. Yes, absolutely. Чтобы увидеть это, давайте проведем различия. To see this, let's make a distinction. Философы различают экстрансическую и интринсическую ценность. Philosophers distinguish between extrinsic and intrinsic value. Что-то имеет экстрансическую ценность, если это средство для достижения какой-то ценной цели. has extrinsic value if it's a means to some valuable and an instrument for achieving it so to speak. Но что насчет самой цели? But what about the goal itself? Не все имеет ценность только как средство для чего-то другого. Некоторые вещи ценны сами по себе. Not everything has value only as a means to something else. some things are valuable in themselves. Здесь и вступает в действие интринсическая ценность. That's where intrinsic value comes in. Вернитесь к той игре в почему. Go back to that why game. Почему вы идете в магазин? Where are you going to the store? Чтобы купить конфеты? To get candy. Почему? Why? Чтобы насладиться ими. To enjoy it. Почему? Why? Для большинства из нас здесь и заканчивается потребность в обосновании. For most of us that's where they need for justification stops. Мы склонны думать, что удовольствие это то, что имеет ценность само по себе. We tend to think that enjoyment is something that has value in itself. Оно не должно быть средством для достижения какой-то другой цели. It doesn't need to be am to some момент. И этот момент обычно наступает, когда мы упоминаем что-то, что, как мы верим, имеет интринсическую ценность. A chain of questions and answers has to stop at some point and that point usually comes when we mention something that we believe has intrinsic value. Это может быть удовольствие, справедливость, бог, что угодно. This could be enjoyment, justice, got anything. Есть много вещей, которые, по нашему мнению, имеют ценность сами по себе, и сама жизнь может быть одной из таких вещей. There is any number of things we believe have value in themselves, and life itself might just be one of those things. Она может быть целью сама по себе и ценной ради своей ценности, не требуя какой-либо другой цели, чтобы придать ей смысл. It can be an end in itself and valuable for its own sake without needing some other goal to make it meaningful. Ключевая идея 6, key idea 6, потеря смысла не делает жизнь бессмысленной. Losing meaning doesn't make life meaningless. Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда очень старались достичь какой-то цели, скажем, накопить на новую машину, только чтобы почувствовать себя пустым и потерять интерес, когда на самом деле получите ее. Ever had the experience of working really hard to achieve a goal say saving up for a new car only to find yourself feeling empty and losing interest when you actually get it. Если да, то вы столкнулись с парадоксом цели. If so, what you came face to face with the paradox of the end. Вот как работает этот парадокс. Без цели мы чувствуем, что не хватает смысла. Но после того, как мы достигаем ее, весь смысл, который мы получали от ее наличия, теряется. But after we attain the goal, all the meaning we got from heaven it is lost. Может показаться, что когда дело доходит до смысла, мы просто не можем победить. It might seem like when it comes to meaning we just can to win. И это может заставить жизнь казаться абсолютно бессмысленной. And that can make life itself feel totally meaningless. Однако реальность на самом деле совершенно иная. The reality is actually quite different. Главное сообщение здесь the key message is потеря смысла не делает жизнь бессмысленной. Losing meaning doesn't make life meaningless. На самом деле было бы ошибкой делать вывод, что жизнь бессмысленна, просто потому, что некоторые из нас сталкиваются с парадоксом цели. It would actually be a mistake to conclude that life is meaningless just because some of us experience the paradox of the end. Это потому, что не все цели приводят к потере смысла, как только мы их достигаем, многие остаются удовлетворяющими. That is because not all goals lead to a loss of meaning once we achieved them. Many stay satisfied. возьмите к примеру воспитание ребенка или преодоление больших препятствий в жизни, таких как серьезные заболевания. Take raising a child or overcoming a great obstacle in life like a serious illness. Смысл, который вы черпаете из этих вещей, остается с вами на всю жизнь. The meaning you dive from those things stays with you for life. Кроме того, есть еще цели, которые на самом деле никогда не заканчиваются. Подумайте о таком, как быть хорошим мужем или действительно хорошим учителем. Это не то, что вы можете достичь раз и навсегда. Think about something like being a great husband or a really good teacher. That's not something you can achieve once and for all. Это проект на всю жизнь и таковое удовлетворение от стремления к нему. It's a lifelong project and so is the satisfaction of striving for it. И есть еще что-то столкновение с парадоксом не неизбежно. And there's more experience in the paradox isn't inevitable. То, сталкиваемся мы с ним или нет, связано с такими вещами, как образование и воспитание. Whether or not we do is related to things like education and upbringing. хотя мы возможно не можем что-либо сделать с этим взглядом назад, мы можем изменить то, как они продолжают влиять на нас. Though we may not be able to do anything about these things in retrospect, we can change the way they continue to affect us. Это верные для поведения, которые мы разработали. Возьмите, например, роботоголизм. This is true for the behaviors we developed to take the workaholism for example. Если вы человек, который не может расслабиться и праздновать, несмотря на все свои достижения, то вы никогда эмоционально не пожинаете плоды своих усилий. If you are someone who can to relax and celebrate no matter how much you have achieved then you never emotionally rip the fruits of your efforts. Это делает вас более склонным к переживанию парадокса цели. That makes you more likely to experience the paradox of the end. Но это не значит, что это ваша вечная судьба. But that doesn't mean that it's your eternal fate. Как только вы осознаете эту тенденцию, дверь открыта для другого подхода. Once you recognize идея 7. Лизнь может быть осмысленной, несмотря на боль и страдания. Life can be meaningful despite pain and suffering. Давайте признаемся, мир может быть ужасным местом. Let's face it, the world can be a horrible place. Болезни, травмы, потери, горе, сердечные страдания, печаль. Список продолжается. Illness, injury, loss, grief, heartache, sorrow, the list goes on and on. Если вы проходили через тяжелые времена, можно было бы вас простить за вывод, что все боли и страдания в жизни делают ее бессмысленной. If you were gone through tough times, you might be forgiven for concluding that all the pain and suffering in life make it meaningless. Это общая тема среди философов. This is a common thing among philosophers. Тем не менее, несмотря на плохие вещи, есть место для более оптимистичного взгляда на смысл. However, despite the bad things, this is for a more hopeful view of meaning. Главное сообщение здесь, the key message is, жизнь может быть осмысленной, несмотря на боль и страдания. Life can be meaningful despite pain and suffering. Самый известный философ страдания был XIX века немец Артур Шопенгауэр. The most famous philosopher of suffering was the 19th century German Артур Чиппенхаэр. По мнению Шопенгауэра, страдание доминирует в жизни, и даже малейшее удовольствие неизбежно влечет за собой боль. According to Чиппенхаэр, suffering predominates in life and even the smallest pleasure inevitably involves Spain. Например, чтобы насладиться стаканом воды в жаркий день, вы сначала должны быть жаждущими. Это неприятное отсутствие воды порождает желание ее. For example, in order to enjoy a drink of water on a hot day, you first have to be thirsty. It's the unpleasant lack of water that gives rise to a desire for it. Более того, как только ваша жажда утолена, вы быстро забываете о удовольствии, которое вода вам доставила. What's more, once your thirst is quenched, you quickly forget about the pleasure the water gave you. В противном случае, если бы вы оставались жаждущими, боль, которую вы почувствовали бы, была бы труднее забыть и продолжалась бы дольше, чем удовольствие от утоления вашей жажды. In contrast, if you stayed thirsty, the pain you de-feel would be harder to forget and would last longer than the pleasure you get from quenching your thirst. С таким опытом, пропитанным страданием, Шопенгауэр думал, что всё, что остаётся делать, это прийти к выводу, что жизнь бессмысленна. With every experience infused with suffering, chip in higher thought, all that's left to conclude with that life is meaningless. Но есть некоторые проблемы с его рассуждением. But there are some problems with his reasoning. Смотрите на это логически, боль и смысл разные вещи. Look at it logically, pain and meaning are separate things. На самом деле история полна людей, которые жили достойной и осмысленной жизнью в экстремальных условиях. In fact, history is full of people who lived worthwhile and meaningful lives under extreme conditions. Например, в своей книге «Поиски смысла человека», выживший в Холокосте и психиатр Виктор Франкл описывает, как некоторые заключённые концлагерей умудрялись находить смысл, помогая другим или планируя и надеясь на лучшее будущее. For example, in his book Man's Search for Meaning, Holocaust Survivor and Psychiatrist Виктор Франкл describes how some prisoners in concentration camps managed to find meaning by helping others or planning and hoping for a better future. Если личные страдания недостаточны, чтобы сделать жизнь бессмысленной, что насчёт всех страданий, которые люди причиняют друг другу намеренно? If personal suffering isn't enough to make life meaningless, what about all the suffering that people inflict on each other дели батли, само существование концлагерей может быть достаточно, чтобы поддержать мрачный взгляд на человеческую природу. The very existence of concentration camps might be enough to encourage a bleak view of human nature. Это может даже убедить вас в том, что люди изначально злы. It might even convince you that people are inherently evil. Ужасные вещи, конечно, происходят, и, вероятно, люди являются причиной подавляющего большинства из них. Terrible things do happen, of course, and people probably do cause the vast majority of them. Но также верно, что происходят и замечательные вещи. Люди помогают друг другу, улучшают мир и создают произведения великой красоты. But it's equally true that wonderful things happen. People help each other, improve the world, and produce works of great beauty. Так же, как было бы ошибкой игнорировать плохие стороны реальности или человеческого характера, так же ошибкой было бы игнорировать хорошие стороны. Just as it would be a mistake to ignore the bad parts of reality or human character, it's also a mistake to ignore the good parts. Ключевая идея 8, key idea 8. Если в вашей жизни нет смысла, вы можете предпринять шаги, чтобы найти его. If your life lacks meaning, you can take steps to find it. Как только вы понимаете, что обычные аргументы о том, что жизнь бессмысленна, на самом деле не выдерживает критики, вы, вероятно, осознаете, что нет хороших причин не иметь осмысленной жизни. Once you realize that the usual arguments about how life is meaningless, don't you really stand up to scrutiny, you will likely realize that there's no good reason not to have a meaningful life. Но, несмотря на это чудесное открытие, вы все равно можете остаться в борьбе за поиск смысла в своей жизни. But while that's a wonderful revelation, you might still be left struggling to find meaning in your own life. Зачастую мы чувствуем, что жизни не хватает смысла просто потому, что мы не уделяли времени пониманию того, что действительно ценно для нас. Often, we feel life lacks meaning simply because we haven't taken the time to understand what we really value and find meaningful. Но благодаря тщательному размышлению и самоанализу мы можем предпринять шаги для изменения этого. But through careful thinking and self-reflection, we can take steps to change that. Главное сообщение здесь. The key message is если в вашей жизни нет смысла, вы можете предпринять шаги, чтобы найти его. If your life lacks meaning, you can take steps to find it. Одно из того, что может помочь вам найти смысл в своей жизни, это структурированное, систематическое размышление. One thing that can help you find meaning in your life is structured systematic reflection. Начните с составления списка вещей, которые уже имеют значение в вашей жизни. Start by making a list of things that are already meaningful in your life. Затем продолжайте размышления о том, что бы вы хотели добавить в свою жизнь и что бы вы могли бы избавиться, чтобы сделать ее более значимой. Then follow up on that by reflecting on what you'd like to it to your life and what you could get rid of to make it more meaningful. Если это окажется сложным, попробуйте взглянуть на жизни ваших друзей и людей, которых вы уважаете. If this proves tricky, try taking a look at the lives of your friends and people you respect. Какие характеристики у других заставляют вас думать, что их жизнь имеет смысл? What characteristics in others make you think their lives are meaningful также может помочь получить некоторую перспективу. It can also help to get some perspective. Представьте себя через несколько десятилетий, узнав, что у вас осталось всего несколько месяцев или даже дней, чтобы жить. Imagine yourself a few decades from now finding out that you only have a few months or even days to live. Чем вы довольны, что сделали и чего вам жаль, что не сделали? What are you happy to have done and said not to have done? Напоминание себе о том, что жизнь, конечно, сконцентрирует ваши мысли на вещах, которые действительно имеют значение. Reminding yourself that life is finite will focus your thoughts on the things that truly matter. Более того, если вы присмотритесь поближе, вы можете осознать, что ваша жизнь уже полна смысла. What's more, if you take a closer look, you might realize that your life is already full of meaning. Слишком часто мы осознаем, что важно для нас, только когда у нас есть угроза потерять это. All too often we only recognize what's important to us when there is a threat that we might lose it. Но нет необходимости ждать невзгоды, чтобы помочь вам ценить великолепные вещи в вашей жизни. But there's no need to wait for adversity to help you appreciate the great things in your life. Вы всегда можете сделать себя более чувствительным к ценности, которые вокруг вас. You can always sensitize yourself to the value that's all around you. Начните с попытки быть более осведомленным о тенденции быть слепым к ценности. Start by simply trying to be more aware of the tendency to be blind to value. Как только вы это сделаете, копните немного глубже и попробуйте понять, почему это может быть сложно. Once you have dig a bit deeper and try to understand why this might be difficult. У вас, например, есть тенденция к совершенствованию? Do you have perfectionist tendencies, for example? Признание ваших привычек делает проще исследование способов работы над ними. Recognizing your habits makes it easier for you to research ways to work on them. Наконец, вы можете внести маленькие изменения и создать новые привычки, которые помогут вам оценить ценность в вашей жизни. Finally, you can make small changes and create new habits that will help you appreciate the value in your life. Речь идет о попытке увидеть все мелочи вашей жизни свежим взглядом. It comes down to trying to see all the small things in your life with fresh eyes.